Я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа. И поясняю, когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Мы уже много раз читали эти слова. Вот давайте в них войдем. Как касается это нас. В первую очередь, Его нужно возвещать, это Евангелие. И все время помните, это откровение Божие. Его нельзя ни с чем сравнивать, это эталон, оригинал, на него держать ориентир. И Бог открыл мне это с одной целью, запятая, чтобы я благовествовал язычникам. Я все время останавливаюсь на этом. Тысячу лет разве про это никто не считал в России. Если Евангелие дали народу, то с одной целью, что ты уверовал. А уверовал для чего? Чтобы возвещать язычникам. У нас и все в стране-то было бы по-другому. Ни о пьянке, ни о наркомании, разговоров бы не было. Ни о репрессиях, ни о революции. Это все запятую упустили. Из одной запятой. Какие беды претерпели? Ведь только после революции погибло славян 110 миллионов насильственно оборванных жизней. А каждый человек жил, страдал, мучился, любил, мечтал. Все кончилось. Почему? Запятую потеряли. Выходили в церковь для чего? Чтобы уверовать во Христа? Да к церкви не могли уверовать. Потому что проповеди нет. Вера, отслышание. Полная тьма. И когда читаешь Сиомские протоколы и говорит, покончат иудеи с тьмой суеверия христианской, думаешь, вправду это говорят. Вначале как-то возмутился, а потом, да ведь истину говорят-то. Это же одна тьма суеверий. Что угодно люди знают, передают устно, а передавать Евангелие нельзя устно, если ты его не знаешь. Вот я считаю, занимаюсь Кораном, 17 раз, ну, допустим, кто-то написал, Магомед, нет, я не имею таких данных. Они ему его приписывают. Давыд повторяет, слово Давыд, Давид. И цартырь. Ну, здорово. А ничего нету. О прекрасном Иосифе, Юсуфе, поэт, он много рассказывает, несколько сур подряд. А рассказать о Давиде-то нельзя, еще рассказать о псалтыре-то. Псалтырь надо считать. Ее нельзя пересказать. Мне пришлось в одной камере сидеть с преподавателем второй группы космонавтов. Память феноменальнейшая. В день читает одну книгу. Такой способ чтения есть. Книга, 450 страниц, 500 он читает за один день. Я открываю постраничную, я не читал этого героя. Прочитал страницу, говорю, о чем говорится? Он сразу говорит. Он самую главную суть ухватывает, где. Я ему даю прочитать 90 целом. Вот, попробуй. В кратком виде. Он прочитал, походил, лег, еще раз прочитал. Нет, подожди, что-то здесь не так, он говорит. Снова прочитал. Нет, конспектировать нельзя. Кратко передать нельзя. Здесь все связано настолько жестко, что одно предложение я потеряю, и весь смысл рассыпется. У него палата ума, и он понял. Мирской человек совершенно. Ну, не зря его преподаватели космонавтов избрали. Он прошел громаднейший конкурс. Но, кто писал псалтырь-то, ведь тоже духом святым был движимый-то, Давид-то. А передать-то псалтырь-то в Коране-то нельзя было передать его. Это не история про Иосифа, как его братья продали. Любая бабушка прослышит, она расскажет. А про псалтырь автор Корана ничего не мог сказать. Семнадцать раз упомянул ни одной строчки. Почему? А его надо было псалтырь перенести к мусульманам и считать. А если бы они его перенесли к мусульманам, тогда бы их и не было. Они были бы как иудеи. Христа приняли или нет, неизвестно. Но они были бы заодно. Исаак и Измаил соединились. Один псалтырь соединил. И Господь начал изъяснять о Своем воскресении закона пророков и псалмов. У Евангелиста Луки написано. То есть на равных идет. Итак, мы возвещаем ныне Евангелие не человеками написанное. И мы не от человеков научились. Да, вы услышали от человека, и я от человека. Но это откровение Божие, и мы так и приняли. Человек только посредник, труба, через которую глаз Божий раздался. Он открыл его во мне, чтобы я благовествовал язычникам. Когда тебя открыл? Припомни, в каком году. Теперь, кому я благовествовал? Рядом поставь двоеточие и покажи. Ведь придется устрашиться, если ты никому не говорил. Ну не может семя лежать, лежать и не давать раска и надеяться на прибыль. А ведь прибыль это урожай. И придет господин и спросит 30, 60, 100 или зарытое. Еще один вариант, зарытое. Так может сегодня пора ревизию-то провести? Что это, если не человеческая Евангелие, значит и с ним обрастясь не по-человечески. По-человечески как? Услышал, уверил, замолчи. Тысячу лет учили молчать людей. Молчальники, затворники, пустынники. Какие-то это нет названий. А нужно только одно название. Осии говорящие. Осии говорящие. Вот как их назвали после того, как Дух Святой сошел. Говорящая Россия не была. А Россия вся как великий монастырь. А монастырь это молчание, самое главное. Я еще раз нашел свидетельство, что не было благовестия. Россия была монастырь. Все соглашаются. Да, это действительно шведский посол так назвал. Никто не понял, что это приговор. Это означало, что Евангелие умерло, Евангелие закопано, Евангелие не знают. А из простого-то народа люди выходили священники. Они молчанами и были. И сегодня, смотрите, выходит епископ, и с ним 20 больших священников. Молча. Отстояли и молча скрылись. Как в тумане. Вдали на горизонте появились, дверь закрылась и шторкой закрылись. Да какое же это евангельское благовестие-то? И апостол Павел напоминает Галатам. Посмотрим по Слову Божию. Что такое человеческое, как обращаться. И все применим к себе. Какой авторитет Библии? Бытие 46 глава, 5 стих. Когда Иосифа продали в рабство, конечно, тяжело было расстаться с родными, с друзьями, с любимым отцом, с природой, с могилой матери. Подробно Ефрем Сирин это описывает. Без слез нельзя слышать. Как он заламывал руки, как он плакал, как упал на могилу матери. Ну, может этого и не было, но воображение наше может подсказать, где его ввели. А вот теперь, когда братья пришли, и он им говорит, не печальтесь и не жалейте о том, что вы меня продали. Потому что Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить вам жизнь. Не вы послали, но Бог. Вот мы должны усмотреть в нашей жизни события, нечеловеческим разумом устрояемые. Что вот потому что перестройка, да потому что Бог так сделал. Бог нас любит, и события так сцепляются одно с другим, что оно остается в любом событии, место действия мне личности, моей личности. Я могу что-то сделать. Вот не думайте, что сейчас нам нравственное оздоровление города, мы не можем повлиять. Мы влияем, мы только не знаем, как молитвой, в первую очередь, примером. То, что беседуем, свидетельствуем, это все разносится. Книга Исход, 3 глава, 12 стих. Вот тебе знамение, Господь говорит, когда открылся Ему у куста. Какое знамение? Сейчас вот спроси подряд, ни один не ответит. Господь говорит, я тебе даю знамение, что я говорю, это правда. Какое знамение? Все думают, ну палку бросил, она в змея превратилась. Нет, это знамение перед фараоном. Тебе даю знамение, что вот на этой горе, в пустыне, будете мне поклоняться. И весь народ ты выведешь к этой горе, народ, да. Понимаете как? Вот в советское время было. Ни на один день, ни на один час нельзя отлучиться никуда. Пропуск, работа, а дальше ты уже кто? Безработный. А безработный, это значит, тунеядец, статья и пошел в лагерь. Со мной работала на работе одна. Я девчонкой была, ей 14 что ли лет была. На каком-то меланжевом кабинете работала. Опоздала на полчаса, два года. Я, говорит, отсидел и вернулась. Транспорта не было. Ну там проспала или что-то было. Девчонка. Никто не спрашивал. Ни возраст, ничто не влияло. И вот нельзя было сказать, что я тебя увезу или где-то. Ну нельзя, закон запрещал. Закон короны был очень твердый. Как он прогонял Моисея от себя. А Моисей все время помнил. А ведь там, там далеко, где и овец спас, гора стоит. И Бог дал знамение. Это не человеческое слово, я услышал. Но как оно выполнится, я не знаю. Но это же Параон. Он не знал, что в пустыне на пути будет море. Он не знал, что оно разделится. Это все за кадром. Это потом будут фильмы ставить. Мы должны знать. Бог обещал нам царство, и мы должны дойти через все препятствия. Мы на меньшее не должны соглашаться. Просто боремся с грехом. Мы должны побеждать. Дьявол искушает, избавит от лукавого. Мы должны, написано, поражая его в голову. Это нам каждому дано. Мы обязательно все должны спастись. Израиль вышел до последнего теленка, до последнего горбатого ягненка. Всех вывели. Почему? А мы не знаем, что Бог потребует в жертву. Мы придем к горе, а Бог скажет, мне в жертву нужен тот, до ка я его оставил. А ты же не знал, что оставить. Зачем ты умом человеческим решал? Ну я самое хорошее взял. Бог выбирает. Он дает только нам признаки. Итак, читаем книгу, судя 6 глава, 8 стих. Господь послал пророка к Гедеону. Я не мог найти нигде его имени. Кто он такой? Но чтобы Гедеон поверил, что это слово не человеческое, как Павел говорит, а Божие. Мы должны очень хорошо различать, человеческое или Божие. Один миллиард мусульман не разобрались в этом. Они приняли то, что им дали за Божие. Они серьезно в это верят. А дают за это жизнь. Как донести до людей, чтобы научились различать божественное человеческого? Вот в нашей жизни сколько таких событий бывает. При мне дети живут. Ну и, конечно, любой родитель желает, чтобы они были с тобой, никуда не отходили никогда. Ну вот Бог как-то делает так, сын уезжает, дочь выходит замуж, дед. Это все на пользу. И оставит человек отца и мать. Ну не написано, что прилепится к матери, к отцу и будет с семьей жить. Нет. И мы должны согласиться. Несчастье, непослушные внуки начинают пить. Бог через это нам что-то хочет сказать в первую очередь. Чтобы нам было где потрудиться. На поле не могли бы не расти сорняки, а тогда где бы исполнилось поте лица твой, будешь есть хлеб твой. Это назначено уже. Потому что это не человеческое изречение вышло. Мы бьемся пестицидами, тяпками, а что, выполняем назначенное на пути в рай. Если этого не будет, потея не будет, ничего не будет. Огромный живот, и будешь лежать на диване. Царство небесное прошло мимо. Это не человеческое указание, а Божье. Первый царь, 25-32. И сказал Давид о Вигее. Господь Бог Израилев послал тебя, меня, ко мне навстречу. Когда он послал своих слуг, чтобы попросили что-нибудь поесть. А муж их развернул назад. Много вас тут от хозяина бегает, от царя. Чего я должен давать? Я приготовил для своих-то. И Давид пошел истребить его. Я охранял ему сколько. И у него ничего не пропадало. И он со мной так обратился. А жена услышала, и скорее навстречу с подарком. Он говорит, Бог послал. Никакого Бога здесь никто не видел. Но Давид сразу понял. Это Господь сделал. И в дальнейшем она его женой будет. Сегодня, что с нами случается, все надо принимать не как человеческое сцепление обстоятельств, а как Божие провидение, промысел. Так Бог делает. И надо очень хорошо разбираться. Божие или нет. Иногда родители дают наказ. Особенно у старобряцев. Вер 77, а Бог один. Вот я так верила, и ты вот икона тебе на окне стоит или висит. Вот так и верь, и никуда. И начинает. А моя мать умирала, мне наказ давала, давала завещание. Да она уже миллиарды раз, в миллиардных степенях покаялась. Что она тебе сказала? Тебе Евангелие живое дают. Мать сказала. А ты помолись за ее безумные слова. Потому что то, что мы считаем, это Божье. А то, что мать сказала, это человеческое. Павел подчеркивает, не человеческое я передаю вам. И мы должны всюду и везде сверху накладывать божественность. Да, хороший-то наказ она нам нанимать дала. Но, Бог повелевает иначе, прости ее неразумную. Она не знала. Чтобы с нами подобного не случилось. Вторая. Царств 12.1. Здесь говорится о Давиде, как Господь посылает к нему Нафана. И он приходит и обличает. Очень рискованный шаг. За 73 года, 2 года советской власти, никто не решился прямо прийти в Кремль и обличить правителя. Никто. Митрополит Филипп сказал и царю, Ивану Грозному. И даже митрополита не пощадил. Задушили. Очень опасный шаг сделал Нафан. Но написано. И послал его Господь Бог. Вот бывает иногда нужно обличить, сказать. Не бойтесь, что это священник, епископ, правитель. Сначала посоветуйтесь. Может действительно через тебя Бог это сделает. Это не человеческое слово Бог вложил в тебя. Матфея 16.23. Когда Петр стал возражать Христу, чтобы не ходил он на казнь. Хорошо, когда он с нами. То Господь сказал, отоди от меня сатана. Ты мне соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. Я в прошлый раз говорил, что помолились обо мне. Я занялся очень большой темой мусульманством. Кораном. Потому что тема эта давно-давно у меня уже готовилась. И я почувствовал внезапно, как открытие какое. Все от меня отошло. И через два дня я тему закончил. Восторник уже было закончено. В воскресенье просил. Я думал, там несколько месяцев будет. Через два дня все было закончено. В книге, если будет, это 150 страниц. Согласно Слову Божию. И попутно еще учение Иванова, Антихриста, это обливается водой, разобрал. Это уже Господь так дал. Почему? Потому что надо отличить человеческое и надо Божье. И вы приняли от меня это в просьбу. Я чувствовал, как вы ухватились за это. Молились. Я пришел и в один день Господь все открыл. В каком порядке, как это сказать, как передать. Теперь, чтобы это все дошло куда надо. Чтобы я не испугался. А уже все даже звонят. Да вы что, вы понимаете, нельзя. Да это убьют, взорвут, зарежут. Я говорю, хорошо же ваше мнение о них. А говорите, мирно жить. Если вы о них думаете, как о разбойниках, как о людях несправедливых. Да откуда ты знаешь, что это будет? Все меня отстраняли, только не будет с тобой этого, не пиши. Отойди от меня, сатана. Господь мне сразу положил эти мысли. Да не надо, только в интернет не надо выставлять. Да поэтому и надо скорее это выставить. Быть может хоть одна душа найдет путь. Нафан пошел, почему? К Давиду. А их тоже страх был. И все пророки, когда шли к царям, говорили, замолчи, кто тебя поставил? Он говорит, я понял, что Бог решил убить тебя. Вторая параллельная памятная, 25-16. Потому что ты согрешил и ничего не принимаешь. Бог в один день может разрушить, ни одного мусульманина не будет. А это живые люди. И они ничем не хуже нас. Они почитают старших, любят родителей, любят давать милости, не заботиться. Но они не знают искупителя. Эти люди всю жизнь томятся. Куда они пойдут? Помолитесь об этом. Теперь вопрос только об издании стал. Это будет 50 вопросов, примерно и 150 страниц. Вторая книга. Это Сарс. Матфея пишет так, 15-9. Но тщетно чтут меня, уча учением за победям человеческим. К нам относятся. К мусульманам, к буддистам, ко всем. А ведь какие ревнители у них бывают, какие у нас. Им сказали, что там, вот тогда-то, совершается хадж, и там будет он, побиваемый камнями, дьявол. И они берут камни. В прошлом году кидали камни, 700 человек убили. Каждый раз, то полторы тысячи у них погибают своих, а то они дьявола так бьют. Даже вообразить это невозможно. Ну, у нас вроде бы это еще в Диевеево нет. Кору, камни там грызут долго, но друг друга камнями-то не убивают. Сатану разве можно убить физическим камнем? На полном серьезе берут камни, бросают, миллионы камней летят. А то не два, не три, несколько миллионов людей собираются в одно место. Как нам надо заботиться обо всем этом? А ты говоришь, а зачем я живу? Молиться за христиан, молиться за мусульман, за буддистов, за безбожников. Ты всех должен помнить. 1 Петра 4.2 Господь избрал нас, избавил нас от прошлой нашей жизни, чтобы остальное время уже жить нам не по человеческим похотям, но по воле Бога Всевышнего. А потому, как обращается человек, и сейчас соглядается назад, у меня привычки, а у меня характер, а я такой, да у меня такие родители были. И начинает, ничего нет. Родитель теперь Христос, Мать Церковь. И отсюда опыт должен быть. Все закончилось. Прежнее отрезанное ушло и умерло. Это все человеческое. Я делаю различие, что человеческое и Божие. Это человеческое. За нами тянется и тянется. Все это отрезать. Первое послание Иоанна 5.9 Если мы принимаем свидетельство человеческое, то свидетельство Божие больше. Это мы можем сказать ко всем людям, у которых есть священные книги, есть авторитеты. Это все человеческое. Какие бы они хорошие ни были, это человек. Я в своей жизни много занимался людьми, творениями великих людей. И я каждый раз в конце говорил человеческое. Ну спроси наши братья, учились, кто читал Конституцию Наполеона, его записки. Очень умно написано. Но в конце я должен всегда сказать. Умный человек. А он Бог. Какая разница между... Он жил как Бог и умирает как Бог. Хотя Бог не умирает. 1 Коринфянам 2.4 И слово мое, говорит Павел, было не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлении духа и силы. Пусть нас никто не упрекает, если слышит из наших уст Слово Божие, что у вас грамоты нет, а что вы кончали. Если чисто евангельское слово покажет, что вы выше всех семинария Академии. В семинарии Академии все это нужно, все это хорошее. Тогда, когда оно не на первом месте. И апостол Павел говорит, чтобы слово человеческое не превозмогло Божье. И пятое. И не в мудрости человеческой утвержденное было, а на Слове Божьем. И 1 Коринфянам 3.3 Если у вас есть споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческим ли обычаям поступаете. Все это надо погасить. Все наши расхождения, недоразумения, непокоривость Словом Божьим. Господь так сказал. Я все отдаю на это рассмотрение. 1 Фессалоникийцам 2.13 Непрестанно благодарим Бога, что принято от нас слышанное Слово Божие. Вы приняли его не как Слово человеческое. Каково оно поистине есть Божие. Если вы уверовали, то скажите, что мы уверовали в Евангелие Божие. У нас в Библии лежит Божье. Мы пришли в Храм Божий, потому что все по Божьей заповеди. Все, что мы делаем и друг от друга слышим, должны сравнивать с Библией. И Павел похвальное Слово говорит Спессалоникийцам, которым уже в этой же главе будет говорить об Антихристе. Вас от него спасет то, что вы уверовали и укрепились. Вы от нас приняли не как от меня, а как от Бога. Это Слово Божие, оно и в действительности такое и есть. Утвердимся на этом, помолимся об этом. И если будем знать, что Слово Божие именно Он Автор, то мы не можем его сокрыть. Мы сегодня же будем проситься к тем, которые ходят на благовестие. Возьмите меня хоть раз. Я хоть какую-то пометку оставлю, что Слово Божие не умерло. Я отнесся к нему как к Божьему дару. И я уверовал для того, чтобы другим благовествовать о Христе. Аминь.